Добрый день, дорогие друзья! Рассказываю вам сегодня о спряжении глаголов в французском языке. Скажу, сколько спряжений, сколько глаголов и немного истории языка. Но давайте с вами начнём сначала со сравнения с русским языком. Все ругают французский, говорят, что там много всяких глаголов, которые невозможно запомнить, но в принципе это свойственно любым языкам. Давайте посмотрим на русский язык. Я выбрала 4 глагола. Это глагол читать, рассказывать, плакать и писать. Первые два глагола являются регулярными и спрягаются по одной схеме. Я читаю, я рассказываю, ты читаешь, ты рассказываешь и так далее. Если по этой же схеме попытаться пораспрягать глагол, плакать и писать, то это будет неправильно. Но дети так иногда делают. Почему? Потому что они не знакомы ещё с спряжениями этих глаголов. А мы, мы с ними уже знакомы, мы их выучили. Мы выучили их не в школе, а раньше. Почему? Потому что все вокруг нас говорили, использовали эти глаголы. Наши родители, знакомые, люди, которые нас окружают. То есть получается, что эти глаголы очень употребительные. И в принципе это свойственно всему, что нерегулярно в языке. Употребительность. Потому что если бы это было редко и неправильно ещё, то есть не то, что неправильно, но то, что не соответствует общим правилам языка, мы бы это или исключили из языка, или бы сделали нормальным. И вот эту тенденцию как раз-таки переживает, например, слово кофе. Несмотря на то, что слово кофе очень употребительно, есть такие люди, их достаточно много, даже если они очень грамотны, они могут в быстрой речи сказать «моё кофе». И это уже входит в норму, и даже некоторые словари допускают. Хотя изначально слово кофе было мужского рода. В принципе, когда мы говорим «чёрный кофе», это у нас не вызывает проблем. Редкий человек скажет «чёрное кофе». Но когда это просто «моё кофе», язык сам по себе формирует эту фразу, потому что «кофе» – «е» значит, это средний род. Это происходит несознательно. И так, в принципе, можно объяснить очень многие факты в языке. И это наблюдение помогает нам осознать силу неправильных глаголов, их употребительность, потому что большую часть истории французского языка французский передавался из уст в уста. Что я имею в виду? Например, только в 1882 году был издан закон. Этот закон называется «Законом Ферриита, министр образования», который делал начальное образование детей с 6 до 13 лет обязательным. То есть до 1882 года это было необязательно. Большинство людей никогда не ходило в школу. Но, в принципе, ему не нужен был французский язык. Вы видели, что во Франции есть очень много департаментов, очень много регионов. И там зачастую говорили на своём языке. Эти люди не выезжали никуда практически. Даже железные дороги только в ту эпоху начали появляться. Всё было достаточно замкнуто. Они общались на своём языке, и им французский был не нужен. До 1806 года половина вообще населения Франции не говорила даже на французском. Потом стали больше говорить, потому что это стало языком революции. То есть мы понимаем с вами, что все эти неправильные глаголы прошли через века и дожили до нашего 21 века практически нетронутыми в своём первозданном виде только потому, что их очень часто употребляют. Давайте всё по порядку. Потому что вопрос-то в том, сколько спряжений в французском языке. Давайте посмотрим. Я так подсчитала, что их около 87 или 88. Сейчас я объясню, почему. Первая группа – обычные глаголы. Я думаю, что ни у кого не вызывают проблем. Я дала примеры. Если вы знаете, как спрягать эти глаголы, то никаких не будет у вас сложностей. Вы берёте схему, и даже если вы не знаете, как приводится глагол, вы можете это всё сделать. У нас есть отдельное видео по этим глаголам. Дальше. Глаголы второй группы. Это те глаголы, которые закачат на их. Не все, но регулярные. Если вы уверены, что глагол второй группы, вы можете его тоже проспрягать. Дальше есть 7 типов глаголов первой группы. То есть эти глаголы вынесены в первую группу, но у них есть особенности определенные, которые всегда отдельно обсуждаются. Это такие глаголы, как У нас тоже есть отдельное видео по каждому из этих видов. И дальше у нас третья группа глаголов, и у них 77 спряжений. И последнее, тут как раз-таки есть этот загвоздк, сколько их, 87 или 88. Глагол envoyer про него отдельно поговорю, и grâceer тоже поговорю отдельно. Давайте подробно поговорим про каждое воспряжение. Ну, глаголы первой группы. Что можно про них сказать? Эти глаголы в большинство в языке сейчас, и все практически глаголы, которые появятся, будут глаголами первой группы, потому что никому не нужны сложности. Никто не будет придумывать какой-то глагол, который спрягается не по схеме, а как-то очень оригинально, и всем рассказывать об этом, и всех заставлять его учить. Например, у нас есть такие глаголы, googlise, afformatise или télécharge. Это новые глаголы, которые появились относительно недавно, и они все первой группы. Глаголы второй группы. Это тоже регулярные глаголы. Их 350. Я смотрела несколько источников. Но это количество может меняться. Почему? Потому что это продуктивная группа. То есть она еще может производить новые глаголы. Чаще от прилагательных. Я дала примеры, не новые глаголы, которые просто в голову пришли. Verdir, zelenet, palir. Тут я допустила ошибочку. Blednete, rujir, красnete. Но не только. Это бывает существительными. Но это только носители это чувствуют. К примеру, первым появился глагол atirir от слова ter, земля. И он означает приземляться. Но дальше с развитием технологий появился глагол alunir, то есть к луне, и amerir, к морю. То есть это тоже интересно, такие процессы наблюдать. Давайте теперь посмотрим глаголы первой группы с особенностями. Опять углубимся с вами в историю французского языка. В 1539 году был издан указ, согласно которому французский язык становился официальным языком суда и администрации. То есть до этого все проходило на латыни. Так как язык поменял свой статус, были призваны несколько грамматистов, которым было дано задание, что французский язык нужно как-то обработать, создать норму, создать учебники, чтобы он смог уже преподаваться, потому что это язык государства. До этого не было практически никаких учебников, и нормы не существовало. И вот одновременно несколько людей работают над языком и разрабатывают правила орфографии. Если бы мы посмотрели книги, которые были раньше, одно и то же слово могло писаться разными вариантами, потому что просто правил орфографии не было. И с этим и связано все, что мы с вами будем видеть. Например, в глаголах «мон же» и «комон сэ» у нас добавляются определенные элементы, чтобы произношение соответствовало написанию. То есть «мон же» мы добавляем «э», чтобы «ж» оставалось «ж», в «комон сэ» мы добавляем «сиди», чтобы продолжало произноситься как «сэ». Давайте посмотрим глаголы «апле» и «аштэ». Здесь все сложнее. Почему? Потому что, когда мы видим инфинитивы «апеле», «аштэ» или «апле», «аштэ» кажется, что все одинаково. Когда произносим «жа шэт», «жапель» тоже все одинаково. Тут у нас появляется «э» открытое, и тут «э» открытое. «жапель», «жа шэт». Но пишутся они по-разному. Почему? Потому что во французском языке есть два способа того, как можно выразить вот это открытое «э». Это тоже было в ту эпоху отработано. Первый способ – это удвоить следующую согласную, а второй способ – это поставить оксанграф. И получилось так, что одновременно работали две группы ученых, которые создавали свои списки глаголов. И одна группа ученых решила, что глаголы, которые похожи на глагол «апле» и дала определенный список, будут удваивать согласную. Одновременно с этим другая группа ученых работала с глаголами и выделила другой список. И сказала, что там будет появляться оксанграф. То есть, если бы вдруг, пофантазируем, эти люди встретились и поговорили, у них был бы интернет, они сказали, зачем нам усложнять жизнь, давайте эти две группы объединим и решим, будет ли это «дубль L» или будет ли это «э» оксанграф. И, кстати, есть несколько глаголов в французском языке. Это подробное видео будет, когда мы будем говорить об этих видах, где и то, и то допустимо. Дальше, глагол «репетер». Здесь у нас «э» оксанграф превращается в «э» оксанграф, потому что здесь открытое «э». Глаголы типа «пи-е» у нас особенные, потому что у нас здесь в башмаке «у» может заменяться на «и», а может не заменяться. То есть, все глаголы этого типа имеют два варианта. «Же пей» и «же пей». С глаголом «сюе» всё проще, там обязательно замена «у» в башмаке на «и». Глагол «гресси-е» казалось бы обычный глагол, но что тут интересно, я его вынесла в отдельный глагол, что здесь «y» даже в башмаке остаётся и нет второго варианта. То есть, он не совпадает ни с «эсюе», ни с «пейе». Он похож на обычный глагол первой группы. Но что я хочу сказать. Если вы забьёте в интернете глагол «гресси-е» и посмотрите, какие спряжения вам даны, на большинстве источников, которые я видела, будет неправильное спряжение. Что значит неправильное спряжение? Там будет в башмаке «y» меняться на «и», но это неправильно. Можно посмотреть энциклопедии, можно посмотреть «conjugaison Figaro» или «conjugaison Le Monde», и там правильно. То есть, один вариант, где «y» написано. То есть, сами даже источники французского языка с этим глаголом путаются. Дальше, глагол «envoyer» имеет особенную форму в будущем времени, «future sample», а в остальных, во всех формах, это обычный глагол, такой же, как тип «esuie». Тут тоже можно сделать предположение, потому что глаголы у нас, как я уже повторюсь, не писались. И когда обычный француз несколько веков назад слышал «nous voyons» и «nous en voyons», для него это были одни и те же глаголы. «Nous voyons» мы видим, «nous en voyons». И, разумеется, когда он в будущем времени формировал глагол «voir», «nous verons», для него было логичным сделать и «nous en voyons». Из глагола «en voyons» ту же самую форму, потому что они были очень похожи. Опять же, мы вспоминаем то, что язык не был письменным, и что простые люди не писали, а употребляли так, как слышали, и от своих родных и родственников. И перейдём к глаголам третьей группы, глаголам, которые беспокоят больше всех, «сколько и сколько спряжений». 77 спряжений, глаголов 385. 6 лет назад, когда я искала информацию, было во всех списках 570-572 глагола. Сейчас я нашла только 385. И, опять же, повторяю, это связано с тем, что если глагол не используется, то его просто нет в языке, он исчезает, потому что его забывает, потому что он труден даже для носителя языка. Чтобы глагол жил, особенно неправильный, его нужно постоянно употреблять, нужно постоянно слышать, иначе носители его игнорируют. Он чужеродным становится для них. И давайте посмотрим. Математически рассчитала, что, в принципе, в среднем на одно спряжение 5 глаголов. Но это не совсем так. Давайте посмотрим на глагол «aquerir». У него есть ещё несколько глаголов, которые спрягаются так же. Conquerir, requerir, sansquerir, querir и reconquerir. То есть их у нас 6. А у глагола «aller» нет ничего. То есть он у нас уникальный. Получается, что есть какие-то определённые группы, которые более многочисленны, и есть спряжения, которые включают в себя только один глагол. И это не только глагол «aller», это глагол «avoir», «être» и ещё несколько. Вы можете посмотреть различные списки глаголов, которые существуют в интернете, и можно заметить, что такой тип глагола, как venir, очень распространён. Вот я тут отметила свои таблицы. Abstenir, 72-е спряжение. Advenir, bienvenir, convenir, contrevenir. Давайте подведём итог. То есть у нас с вами во французском языке 88 типов спряжений. Это глаголы первой группы абсолютно классические, второй группы абсолютно классические и глаголы третьей группы. И плюс у нас есть с вами 9 подтипов глаголов первой группы, которые имеют свои орфографические какие-то особенности, связанные с тем, что у нас грамматисты когда-то что-то придумали и работали над тем, чтобы выработать какую-то норму, но работали они не вместе. Что касается глаголов третьей группы, их у нас 385, и они у нас спрягаются согласно 77 типам спряжений. Некоторые из этих спряжений включают в себя только один глагол, такие как «але», «авва» и другие, а есть такие типы, в которых много глаголов. То есть выучив один глагол, вы сразу выучиваете несколько глаголов и можете уже их спокойно употреблять. Надеюсь, было понятно. Дальше будут видео подробно о каждой группе. Au revoir!